Приветик, приветик! Вы по мне скучали? Может, кто-то скучал, а может и нет. Я сегодня вот такая вот как девчушка. Всё, под девчушку подделываюсь, подстраиваюсь, как говорят. У меня хорошее настроение. Конечно, я уставшая. Ну как, весной не быть уставшей невозможно, так? Вот, но сегодня я вам хочу показать про мои орхидеи видео. Я снимала, если не ошибаюсь, это было 12 апреля. Я снимала, у меня какие-то тут были что-то. Я тут переделывала с орхидейками, с моими спасёнышами. Показывала новую свою, когда её купила как раз-таки. И вот сейчас, спустя вот столько времени, хочу, чтобы вы посмотрели, как себя чувствует орхидейка-спасёныш номер один, номер два, как себя чувствуют остальные. И ещё напоследок есть что-то новенькое. У меня появилось что-то новенькое. Давайте всё вместе посмотрим. Сперва посмотрим то, что было две недели назад. Потом посмотрим, что в данный момент сегодня, 27 числа. И сделаем итог конечный. Смотрите, надеюсь, вам будет интересно. Привет, приветик, приветик. Что у нас сегодня? Сегодня новости орхидейные. Вот эти вот малышки продолжают свисти. И ещё не все раскрылись. Кое-какие ещё и полуоткрытые. Три веточки, моя Миничка. А что делает сама Миничка? Ну вот я и решила поменять систему. Так, сейчас я вам покажу. Вот тут вставлю, посмотрите фото, как она у меня была до, буквально 10 минут назад. Листья у неё совсем потеряли тургор. Такие вот как тряпочки, смотрите, видите. Вот, постоянно вот эта вот шейка чернила. Я отрезала ей все вот эти тяжи. Всё, что у неё было. Вот. Вот это вот у неё одна единственная корень, который смотрит вверх, воздушный. Вот тут зелёнкой я обработала всё, что было чёрненькое. Так, поставила мне, попила воду через листья. Вот. И хочу теперь я попробовать ей новую систему. Мне посоветовали. И решила попробовать. Так, ты иди в сторонку. Нужно для этой системы вот такую вот губку для посуды. Вот я убрала зелёную часть, чтобы была твёрдая. И, в общем, я её заверну шейку в губку. Закручу, закреплю. Губка будет стоять в стаканчике, скажем вот в этом. И будет наливаться чуточку водичка. И потихоньку через губку будет поступать влажность. Вот сюда наверх. И вроде даёт быстрее корешки. Хочу попробовать. Вот. Так как у меня нету мха, я не найду его нигде. Вот этот вот такой вот, скажем, замена мху. Попробую. И что получится. Вот так вот буду делать. Вот, конечно, периодически я буду сбрызгивать и вот эти вот. Может даже буду так эти ватные диски так и оставлять и спрыскивать. Посмотрим. Может, всё-таки я это буду продолжать делать. Вот. Ну, в общем, хочу, чтобы оно у меня сохранилось. Ну, вот посмотрим, что получится. Вот так вот. Вот такие вот дела. Вот тут стоит. Пусть хорошо подсохнет эта зелёночка. Вот. Что ещё? Что ещё? Ну, вот эта моя орхидейка. Сейчас не знаю, насколько хорошо видно. Вот я тут постелила такой вот. Думаю, видно. Так, помните, да? Вы эту меничку, скажем, медичку. Вот она. Так как была. Вот этот вот цветонос постоянно отсушивает. Всё. Вот последние два вот уже отсушила. Вот этот цветонос лучше. Ну, тут тоже были отсушены. Ну, есть и вроде получше. И удлиняется. В общем, растёт, сила идёт сюда больше. Вот. Корешки я не вижу никакую там, как сказать, разницу. Только что вот есть вот такие вот моменты. Видите, вот там вот на коре. Там плесень. Вот это мне не нравится. Вчера буквально поливала. Видите, это серая плесень. Вот. Ещё где-то есть. И вот мне это совсем не понравилось. Я купила керамзит. Где-то тут ещё я видела. Вот один из корешков. Купила керамзит. И хочу поменять. Вот тут плесень. Вот она серая такая. В общем, хочу поменять на керамзит. Сейчас я её хочу вытащить. Не хотелось бы её тревожить. Сейчас вот это вот всё. Ну, не знаю. Вот эта плесень мне совсем не понравилась. Что-то я побаиваюсь. Просто выну, посмотрю, что там и постараюсь её аккуратненько в керамзит посадить. Вот. И посмотрим. Не буду её сильно, сильно тревожить. Так буду, насколько могу, аккуратнее это делать. Так, что-то тут бугорчик какой-то. Неужели оттуда вы уже корешок хочет? Так, тут не всё плохо. Плохи дела у того. Ну, ничего. А ещё у меня, смотрите, 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 что вы видите? Это новая орхидея. Да-да-да-да. Скажите, Оля, ну с чего ты так в последнее время с орхидеями? Нет, я орхидеи любила, люблю уже давно. И я уже не первый раз завожу себе орхидеи и стараюсь с ними подружиться. И вот нечаянно, совершенно нечаянно я заглянула в садовый центр, в, скажем, отдел, где комнатные растения. Так интересно фокусирует. Вот. И смотрю там орхидеи. И что я вижу вот эту орхидею? Если я не ошибаюсь, это называется беклип. В общем, большая губа, да? У неё не та губа, как у всех. Но она мне так понравилась. Она очень белая. Камера, кажется, её не показывают, насколько она белоснежная. Она белоснежная. Я видела белой орхидеи, но это совсем белая. Красивая такая, нежная. Два цветоноса, такие мощные. Листья вообще такие крупные, целые лопухи. И хорошая корневая система. Хотя есть корешки такие какие-то старые, тут незрачные. Видимо, тут вот и листья тут два не хватает, вижу. В общем, орхидея была по очень хорошей цене. Не буду говорить сколько, но очень хорошая цена с горшочком. Кашпо. Вот, ну, я её взяла только из-за этих необычных цветов. Первый раз я у нас вижу Беглиб. Ни в каких садовых центрах, ни в цветочных магазинах я пока ещё не встречала. Ну, хотя в последнее время мало где бываю, но ещё не встречала. Вот первый, который встретила, я его и взяла. Вот такой вот, смотрите. Там у него даже какие-то пятнышки есть на задних листиках, лепестках. Вот тут есть вот такая вот штучка. Так интересно. В общем, она такая нежная. Она переливается, наверное, видно, да? Как будто перламутровая. В общем, я её увидела и говорю мужу, хочу, хочу, ничего больше не хочу, её мне возьми. Вот так. Ну, вот, потянула в последнее время опять на орхидеи сильно-сильно. Что поделать? Ну, вот тянет. Что душа тянет, то и делаю. Вот такая вот у меня новиночка. Конечно, вам буду показывать далее, что с ней будет происходить. Ещё я не поливала, не обрабатывала. Она только вчера приехала ко мне. Тут что-то я вижу, какие-то следы блестящие. Что-то тут есть. Я буду обрабатывать, чистить. Сперва помою от грязи, потом почистю средством. Напою, оставлю её в ванной комнате на карантине. Ну, скорее всего, она у меня там и была и пойдёт дальше. Вот, видно, что орхидея взрослая уже. Вот тут листья видно, что старенькие. Тут даже вот есть подрезанный. Ну, мне она очень-очень понравилась всё равно. Думаю, пусть какая бы ни была, я тебя возьму. Вот. А сейчас займусь вот этой. Чуточку отключаюсь и смотрите далее. Ну, вот кора. Вот такие корни. Корни мне совсем не нравятся. Ну, знала я, конечно, что корни будут и гнить, и всё. Тут уже вот плохие такие, на них что-то есть. В общем, сейчас я буду отрезать ненужные. Посмотрим, что я буду делать. Вот, промыть, обработать чем-то опять, даже не знаю. Посмотрим сейчас, что я буду делать. И посажу в керамзит. И посмотрим далее, что будет. Ну, есть, конечно, и живые корешки. Вот этот воздушный корень, что я пустила вовнутрь, он, слава богу, всё с ним хорошо. Мне кажется, он даже собирается вот тут расти конечик. Ну, вот так. Не всё так плохо. Продолжаю. Вот так. Замазала я всё, что там обрезала, зелёночкой решила в этот раз. Вот. Кое-какие места зелёночкой. Там вот что-то. И всё. Больше ничего делать не буду. Не обрабатывать, наверное, ничего решила. Вроде как никакой плесени на них нет. Ничего. Или же оставлю, чтобы отсушилась чуточку. Зелёночка. Потом всё-таки, может, сбрызну каким-нибудь средством. Нет, всё-таки сбрызну. А пока вот так вот. Пока сушится вот эта вот орхидейка. Я её обработала. Думаю посмотреть на эту новую мою. Так. Вот. Почистила листики хорошо. Думаю посмотреть корневая. Корневая нормальная. Ничего гнилого нету. Очень много корней тут вокруг. Прям вот полно. Ну, что меня удивило, когда я заглянула вниз. Посмотрите. Видите? У неё гриб. У неё грибок там. Настоящий гриб. Видите? Шляпка нижняя прям. Низ шляпки. Это ужас. Я такое вижу первый раз. Ой, мамочки. Не знаю, что буду делать. Сейчас срочно кому-то писать в личку. И спрашивать. А пока её надо напоить. Вот. Ну, вот тут у неё, кажется, точно у неё тут два листа. Может, и больше сняли. Наверное, повреждённые. У неё корни очень мощные у этой орхидеи. Видимо, они пробивают листы, как я поняла. Есть такие. У меня ещё были. Выходят корни и прям прорезают, как сказать, пробивают листики. Вот. Вот там вот прям видно вот этого. Как он пробил листик. Пролез. Может, из-за этого даже портятся и листья. Не знаю. Может, просто пожелтели. Шейка чистая. Не знаю там, что дальше. Пойду, загляну, посмотрю. Вот такая вот. В общем, видно, что она взрослая. И она не раз цвела. Видно, у неё там цветонос. Это он несколько. Там, наверное, внизу ещё есть. Ну, в общем, как бы то ни было, она красавица. Она просто красавица. Вот я и посадила медичку. Керамзит. Теперь будем смотреть, как оно будет расти в керамзите. Я хотела сперва попробовать другой. Но теперь получилось так, что этот будет. Вот тут корешок виден. Я его выдвинула так, чтобы было его видно. Так. Ну вот. Вроде как всё. И теперь вот этот стаканчик пойдёт. Вот этот. Вот так вот его прикрепила. И тут чуточку надо будет добавлять воду. Можно на фитиль. На фитиле я делаю так, чтобы вот это вот не доставало воду. И фитиль подавал сюда воду. Ну, кто-то говорили, что подаёт. Смотря у кого какое, вот это какая губка, да. Вот. У кого-то хорошо вода вот так проходит сюда и увлажняется вверх. У кого-то вообще не доходит. Кто сделали на фитиле. Ну, вот. Можно и так. Можно и так. И теперь будем следить. Вот так просто установить. Пусть стоит. Вот. И будет впитывать водичку. Надо будет добавлять. И смотреть. Если сильно влажно, значит, сделаем так, чтобы оно не доставало воды. Приподниму. Если будет всё нормально, значит, вот так буду постоянно ему водичку добавлять. Ну, конечно же, я буду и смачивать всё равно вот этими вот дисками. Наверное, всё-таки вот тут они у меня будут. Под листиками я их буду всегда смачивать, потому что тургор совсем потеряли. Ну, буду помогать. В общем, буду вас держать в курсе и показывать. Ну, вот как-то так. Примерно на сегодня всё. Вот. Кора это долой. Она вот вся в этих, как их там, разных штучках. Какая-то серая плесень. Я не знаю. Мне кажется, это что-то нехорошее. Ну, вот. Ладно. Вот так вот. Вот такие вот делишки. Такие новости от моих орхидеечек. Другая орхидеечка на карантине. Новенькая. Всё обработала. Полила. Напоила. Стоит в другой комнате. И вроде как всё хорошо. Ну, что. Посмотрим на орхидейки. Давайте начну вот с этой стороны. Так. Тут моя. Я её спасаю уже сколько лет? Три года, если не больше. Четыре. Ну, она хорошо себя чувствует. И вот начала выдавать новый листик. Уже давно не выдавала. Последние листья у неё очень хорошие. Корневая хорошая. Это моя белая орхидея. Вот чисто белая с жёлтой такой светлой губой. Так. Моя пандочка, моя пандочка расцвела когда уже. И вот уже столько времени держит вот эти вот цветы. Четыре цветочка. В том году точно так же было. Никакой цветочек не повторяет краб. У всех разный. Вот тут только родинки всего. Тут больше цвета. Тут вот, скажем, ещё больше. Так. А ну-ка фокусируй. Не хочет. Ой-ой. Тут вот по-другому. Ну, не хочет фокусировать. Она чем дальше стоит, тем осветляется. Когда они раскрываются. Не такие более, знаете, жёлто-лайм такого оттенка. Ну, белеют такие, знаете, не белые. Но такие кремовые. Уже вот этот цвет лайм как-то отходит. Хотя всё-таки намёк есть что-то. Люблю её. Нравится она мне. Хорошенькая. Вот это вот вообще как Мерлин Монроэ. На губе у неё. Этот, скажем, на щёчки родинка. Ну, вот. Вот. Жду, когда цветёт. Я её хочу перевести в систему, как его содержание в керамзите. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, моя жёлтенькая. Вот так вот лучше снимать снизу вверх, оказывается. Моя жёлтенькая процвела. Вот. Цветёт, скорее всего. Вот эти вот у неё три цветочка. Она жёлтая, но она такая вот тоже, да. Камера её показывает чуть, знаете, чуть жёлто-зелёная. Она не такая. Она, наоборот, жёлто-горчичная. Вот. Вот такая вот. Цветы не крупные. Хотя они были крупнее, когда мне её муж подарил. Но вот сейчас они такие. Вот тут три цветочка. Вот тут два цветочка. Вот. А вот этот вообще не смог ничего выдать. Вот тут вот ещё одна веточка. Ну, вот довольно-то неплохо. Кажется, два цветочка вот тут ещё были, да. Когда он открыл вот эти последние два, вот тут два цветочка. В общем, вот тут отсушил он. Вот. Вот так. Ну, ничего. Неплохо себя чувствует. Люблю я её. Она мне очень нравится. Нравится её контраст. Чувствует себя неплохо. Самое главное. Так, ну, вот эти вот новенькие. Так, вот этот у меня цветёт. Так, вот этот же у меня расцвёл. А вот эти уже подарены. Это было подарено на 14 февраля. Вот с того времени. Вот он цветёт. Вот эти вот два бутона раскрылись у меня. Они уже намного даже крупнее, чем вот эти вот. Даже чем первый я и смиряла. И вот эти вот последние цветочки чуточку крупнее, чем первые его. А вот которые бутоны полуоткрытые с магазина пришли, они как-то вот не очень-то. Но вот потом вот раскрылись лучше. Такая розово-сиреневая. Хотя камера это не передаёт всегда. Но очень она мне нравится. Вот и тут у неё раскрылись последние в моих условиях. И тут вот эти вот цветочки. Очень она мне нравится. Очень долго держит цветы. Молочина. Значит, всё хорошо. Значит, была свежая. Не знаю. Ну, конечно, свежая. Вот. И, видимо, условия понравились. Не знаю. Сегодня у меня был полив. Вот этот, вот этот и вот этот. Очень сильно сейчас пьют, потому что они цветут. И я им полностью погружаю в воду. Оставляю полчасика, может, и больше. Напиваются. Сливаю хорошо. И вот так вот они до следующей недели. Смотря когда, в общем. Они за неделю просыхают. Ну, вот моя новая. Вроде как Биг Лип это. Да. У Биг Липов тут обычно вот тут вот наконечки тоже вот эти вот усики есть. Но у него тут нету. Не знаю, насколько это Биг Лип. Ну, может, такой. Вот. Очень, очень понравилась она мне. Ну, не могла пройти мимо. Ну, белоснежная. Ничего такого. Ну, вот понравилась и всё. Захотела её. Вот это вот. Вот этот цветочек открылся у меня. И, кажется, если я ошибаюсь. И вот этот открылся уже у меня. И вот остальные вот. Тут один бутон. Тут бутон. Бутонов два. Вот такая вот веточка. В общем, красотулька такая. Ну, прям среди остальных прям такая вот она. Вот прям освежает картинку. Своей белоснежностью. Такая вот красивенькая-красивенькая. Цветочки довольно крупные. Она сама крупная. У неё очень длинные листья. Посмотрите, посмотрите, какие они очень длинные. Крупней её нет. Такие мощные, такие толстые. В общем, она такая корневая ужасная. Ну, вот. И у неё и вот эти цветоносы очень толстенькие. По сравнению, скажем, вот с другими, которые тут и которые вот тут, да. Вот очень толстые цветоносы. И вот такая вот мощная. В общем, дама. Очень она мне нравится. Ну, прям вот не знаю. Я в неё влюбилась. Вообще, я люблю светлые. Я больше за светлые и за розово-сиреневые тона. Хотя, видите, мне нравятся и жёлтенькие. Ну, вот это вот подаренное было на 8 марта. Тоже с того времени. Вот она у меня открыла последние бутоны. И вот так вот она у меня стоит. Красавица. Красивенная, необычная. Для нас, для Греции, это необычная. Красивенная красавица. Очень мне тоже нравится. Тоже очень крупный цветок. Хорошо себя чувствует. Ну, прекрасная орхидейка. Вот такие вот у неё лисья. Не очень-то, знаете, остренькие. Не очень большие. Корневая хорошая. Вот. Растёт себе и радует нас. В общем, вот тут они у меня стоят. Вот так вот. И как-то отделяют, как сказать, зону кухни от гостиной. От зала, скажем. Вот. Тут у меня цветочки от моей малышечки. Сейчас я вам её покажу. Вот она. Вот я как её перевела в новую систему. Она вот так вот стоит. Вот тут я и сделала вот такие вот штучки с ваточкой. Она всегда там мокренькая, чтобы увлажняла лисья. И замотала чуть-чуть плёнкой, чтобы как-то держалась, не пересыхали совсем вот эти ваточки. Ватные диски, да? Вот. Я их увлажняю, наверное, каждые два-три дня, сколько там понадобится. Вот. Ну, чтобы как-то через лист тоже влага попадала. И вот по этой губке потихоньку вверх тоже идёт чуточку влага. Ну, я посмотрела два дня назад. Там никаких изменений. Ни в плохую сторону, ни в хорошую. Вот стоит вот так. Ну, мне кажется, ещё рано. Если захочет спастись, в общем, спасётся. Вот так вот моя маленькая, моя миничка. А вот эту, помните, вот эту вот? Это миди. Так, беленькая тоже. Что мне её отдали. Так. Вот. Она всё себе отсушивает. Бутоны. Не может она их прокормить. Тут был и покрупней бутон. Он тоже пожелтел, упал. Вот. Видели вы до этого, как я её пересадила в керамзит. И знаете, что я заметила? Вот за столько времени, да, вот две недели примерно, я её один раз только намочила полностью, слила. А потом, когда я поливаю, я вот эти вот брызгаю. И вот тут, где корни, только где есть корешки, вот там вот так вот спрызгиваю, да, вот так вот, чтобы намочились корни. Только где корни есть. Потому что ей много влаги не надо, там внутри почти корней нету. И вот я заметила, что вот корешки стали набухать, стали толще, стали выглядеть лучше. Вот. Ну, надеюсь, будет всё хорошо. Вот тут не очень, а вот с той стороны, который вот этот вот воздушный корень, как сказать, он как будто лучше стал себя вести. Вот. Но за это время отсушил лист. Я уже видела, что когда пересаживала, что лист начал уже желтеть. И вот он пожелтел. Вот. Забрал с него всё, что должно было забрать растение. И вот так вот. В общем, листик почти не растёт. Так, совсем-совсем чуточку. Вот. Ну, никаких намёков на новых корней пока не видно. Не раскукливаются корни. Ну, не знаю. Может, что-то всё-таки с ней будет хорошее. Думаю, вот с ней именно что-то да будет. Вот это вообще под вопросом. Ну, вот. Наверное, цветоносы я должна была отрезать, чтобы она набрала силы. Я её пожалела. Она выдала вот эти вот новые. Ну, не знаю. Они, наверное, забирают силу на себя, не дают расти. Может, всё-таки я возьмусь и отрежу ей цветоносы. Даже не знаю. Даже не знаю, что делать. Что вы мне посоветуете? В общем, вот так вот. Вот так. Вот такие вот у меня орхидейки. Вот так они себя чувствуют. Вот эти меня очень радуют. Ну, конечно, радуют меня и эти, которые цветут у меня. Хоть и не пышно, но они цветут. И это для меня уже большой прогресс, потому что я говорила в других видео. И что у меня с орхидеями совсем всё плохо. А тут всё-таки, ну, для меня это уже достижение. И, надеюсь, будет лучше. Ну, всё-таки люблю я их, люблю. И им понравился мой климат в моём доме. Вот это вообще корневая просто шикарная. Хотя я все хочу перевести на керамзит, потому что мне не нравится, что там происходит в Корее. Что-то там вот не то. Вот не нравится мне. И зеленеет, и бывает такая типа плесень. Ну, не нравится. Ну, вот это я пока вот тут хорошо, я её оставлю. Кому не хорошо, буду пересажены. Так, и напоследок я вам обещала показать что-то новенькое. Новенькое. Вот, смотрите. А вот и последнее растение. Мой сюрпризик. Не пугайтесь, пожалуйста. Сейчас я вам всё быстро-быстро объясню. Выбирала орхидею для папы и везла к папе. Вот. Где-то мы остановились, делали покупки. И так, а ну-ка, фокусируй. И, да, машина стояла на солнце и получила ожоги орхидея. Вот так. Мы пришли, когда с покупок сели в машину, цветочки уже поникли. А к вечеру уже было видно, что они вот такие вот стали, вот получили ожоги. Вот такие вот. Даже веточки верхушка вот такая вот. В общем, ну, папе оставлять такое растение, конечно же, я не оставлю. Это же я ему хотела подарить, скажем, ну, чтобы он радовался, смотрел на цветочки. А я ему привезу вот такую эту. Так что я её решила оставить себе. Вот. Она в хорошем состоянии. Я выбирала, чтобы были хорошие листья. Они повредённые, неповреждённые, без никаких царапин. Корневая хорошая. Цветочки были хорошие. Бутоны были. Цвет уникальный такой. У нас уникальный, так? У нас не... Ну, не... Как сказать? Не часто встречаются такие вот какие-то интересные расцветки. В обычных, скажем, магазинах. Цвет не могу даже передать. Он непонятно какой. Он как будто грязно, пыльно какой-то. Так, а ну-ка, видно? Вот. В нём что-то присутствует и фиолетовое, и что-то персиковое. Я не знаю, как его цвет объяснить. В общем, интересный. Теперь остаётся мне эта орхидейка. Всё обрежу. Оставлю только целые. Ну, может, да, с боковые ещё процветёт. Может, нет. В общем, а папы подарю другое. Вот такое вот бывает. Было впервые у меня. Ну, что поделать? Теперь у меня в коллекции, в общем, ещё одна спасёныш получается. Хотя это не спасёныш, а полноценное, в общем, растение. Всё. Я поделилась с вами, насколько быстро могла, чтобы видео не получилось очень длинное. Вот. Спасибо за просмотры. Спасибо, если вы мне поставите лайки этому видео, потому что я старалась, монтировала всё-таки, выращиваю, ухаживаю. Ну, надеюсь, у меня это получилось. Кто не подписался, подписывайтесь, конечно же. Почему вы не подписываетесь? И ищите меня обязательно в Телеграме. Обязательно. В Телеграме мы не потеряемся. Точно, если что произойдёт с Ютубом. А где я буду ещё, на какой платформе для вас выкладывать видео, это мы ещё разберёмся. Сейчас не всё так легко с различными платформами, что существует. Вот. В Телеграме точно не потеряемся. Так что, жду ваши комментарии. Всем всего хорошего, прихорошего. Самое главное, хорошей погоды, хорошего настроения, мирного неба. Всё у нас будет классно. Пока.